друзья сегодня я вам покажу интересную ловушку в дебюте как обычно она кстати имеет философский жизни и смысл научитесь избегать эту ловушку научитесь избегать ошибок жизни итак поехали первый ход белых нестандартный от ферзя то есть принципе достаточно стандартный но не самый распространенный черный а вот здесь начинается самое интересное друзья черные делают приманочку они жертвуют пешку королевскую вот так опа ну вроде как бы просто так отдают ну чё надо брать белый решают надо брать пешку халява просто так да бесплатно ну приятно да халява она всегда бесплатная раз опаньки взяли пешечку дальше а вот дальше черный делать хитрый ход они ходят вот так вот вот сюда то есть они нацеливаются на самые главные они нацеливаются на короля так друзья бывает смысла я попозже вам объясню то есть вот он слон черный нацеливается на королевскую пешку обратить внимание это важно дальше черные белые что они думают белые надо защитить вот халявная пешка жалко и отдавать надо на беззащитный никто не защищает надо ищите защитить какой естественный ход правильно ход конем делаем ход конем защищаем перчику вот так вот опаньки все печку на защищена вроде как бы можно успокоиться одну пешку мы съели мелочь но приятно халява дальше поехали черный ходит вот так она падает на пешку белые что же думают пешка слабенькая и уже можете защитить а здесь она умрет с честью то есть берем и кушаем смотрим сюда на количество средних фигур у нас уже давали условных единицы лишних у белых это приятно появляется азарт появляется желание есть еще как говорится аппетит приходит во время еды да и на этом играет противник обратите внимание друзья так и в жизни на этом играет противник он не есть эту пешку он берет ходит конем вот сюда кажется глупейший ход ну что ну пешка сожжет до белый даже долго не думает ну халява ну что здесь как бы ну и сажут они пешкой коня что носить под угрозой будет ну и что учитывая такое преимущество можно королем сажать ферзя ничего страшного да ну пусть король потеряет рокировка зато сколько будет халявы это же приятно на этой это момент психологически используют черные то есть они дают ферре коня под удар белые долго не думают потому что вроде кофе защищен до королем ничего страшного ну естественно в разгаре в пылу халявы белые кушают коня и вот так вот они тепло его берут в руки себе в копилочку одну сюда с радостным сердцем а вот здесь начинается самое неприятное друзья тот момент когда мы расслабили жизни наступает крах может так быть в жизни слон есть пешку вот это вот на которую он на самом начало наметился но мы это оставили без внимания вроде как бы видели понимали что может такое быть и вот печка съели что делать шах и ферзь под угрозой и король под угрозой король главнее поэтому королю уйти некуда сюда нельзя не ушах здесь будет отвергая здесь слон придется есть другой выбор нет король ест а теперь вот она вся весь смысл почему черный затевали всю эту комбинацию теперь они просто едят ферзя бесплатно теперь мы посмотрим что у нас по фигурам у белых есть две фигуры условно они по три единицы идут как ну как три пешки да и того шесть очков даже если по очкам почитаем то выигрыш мы поймем что выигрыш и черные и плюс две пешки и того 6 плюс 2 это у нас восемь ферзь у нас считается по одной из сертификации 9 по другой 10 очков то есть грубо говоря 9 плюс и пешка уже 10 11 очков у нас у белых вернее у черных есть то есть черный выиграют по очкам это еще не все ту пешку же не спасти еще одну очку белый из черный есть это обязательно просто может поставить слона суда и спокойненько есть королем уже без ферзя не страшно меня тут вы лишиться рокировки либо потом позже и съесть дальше вот эта пешка тоже с то есть точно что сейчас делать белым допустим ну вот они могут например чтобы слона не сажали черные могут пойти сюда конем туда все равно летит сюда ли сюда тогда черт но сюда спасут ну можно сюда ну конь не на углу не особо хорошо стоит в любом случае у черных весь центр у них занят то есть черный занят центр и в общем игра у черных все и белые в общем в любом случае уже проиграют если будут грамотно играть черный то у белых уже шансов нет потому что король вышел и лучшим здесь просто при грамотной игре черные выигрывают а белый проиграют такой здесь друзья смысл жизненный иногда нам знакомые наши там или кто-то что-то какие-то дают подачки и нам важно но ведь какой-то скрытый смысл который нам может навредить мы должны вовремя это понять и первое время можно принимать это принимать какие-то там подарочки может быть до услуги до халявные первое время принимать но до определенного момента когда наступает уже ответственный момент надо этому человеку сказать чтобы не потерять самое дорогое нужно плавненько сказать дружище там или там как спасибо тебе за все что сделал если чего обращаясь но пока давай мы это дело приостановим да не будем дальше развивать эти отношения ну к примеру да ну то есть вот так вот друзья шахматы жизни оставайтесь с нами подписаны на канал будьте мудрее во всех жизненных делах и поступках всем пока пока